Солнечный весенний воскресный день в Михайловке. На территории ДСАВ прошли казачьи игры «Вольная медведица». 120 участников собрались на Михайловской земле, чтобы посоревноваться в меткости, ловкости, умении держаться в седле, фланкировать, рубить шашкой, метать ножи, стрелять из лука, а также продемонстрировать владение кнутом и нагайкой. Участников и гостей праздника приветствовал глава городского округа город Михайловка Сергей Фомин. Михайловский юрт проводит игры казачьи «Вольная медведица». Это отличное мероприятие для того, чтобы вспомнить наши традиции, чтить честь наших дедов и прадедов. Действительно, наши деды показали, что наша земля, она самая лучшая, самая сильная, самая справедливая. Вот сегодня наши молодые казаки покажут, они будут состязаться в соревнованиях и мы отметим самых лучших и выдающихся. Сегодня желаю всем хорошего настроения, всем участникам получить массу удовольствий и, как говорится, выиграть в тех состязаниях, в которых вы будете участвовать. Всех с праздником, хорошего дня. Для многих участие в казачьих играх давно стало доброй традицией. Соревноваться можно было не только в команде, но и индивидуально. Пожалуй, самым эффектным и опасным этапом соревнований была конная рубка, а джигитовка, показанная казаками, привела в восторг всех зрителей. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немеряна, дайте коням не да добрый меч. Рачью пойдем, да погоним ворога. Русь молодая, сердцу дорога, да не пристала нам сидеть по годам, дайте коням не да добрый меч. Бывают, братцы, давным-давно, черные силы пришли войной. Бамы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рождали. И в сорок тысяч саратов Руси не видало таких врагов. Бамы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рождали. И по узлу летели мадагады, бабы плачут, да малые ребята. А мужики все врат за врата, вышли за родину воевать. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немеряна, дайте коням не да добрый меч. Рачью пойдем, да погоним ворога. Проводится это в основном как бы все для наших детей, для жителей городского округа, Михайловского юрта. Команд приехало много у нас, Волгоград, Скуриха, Троицкий, Серафимович. Много участников с разных наших уголков нашей области. За все это им, конечно, спасибо, за то, что они приехали, привезли своих деток. Казачьи игры – это не просто соревнования. Этим нужно жить, знать традиции казачества, любить историю родного края. Свою судьбу связался с лошадьми. Работаю в казачьем конном центре города Константиновска. Участвую на всероссийских соревнованиях, чемпионаты России, чемпионаты области, кубки России. На центральном московском подроме на скачке президента выступал. В тихом тонуре снимались мы. Пола Россия въездит. В индивидуальном зачете выступала семья Людмилы Колпаковой. Девушка уже не первый раз участвует в подобных праздниках. Она отлично фланкирует шашкой, владеет луками, нагайкой. А костюм, в котором Люда представляла свою семью, ей шила мама. Такие платья когда-то носили казачки. Первые соревнования в Казарла. Мне это понравилось. После этого момента я занимаюсь. У нас семья. Семья занимается, папа учит. Где-то опыт принимаем и обучаемся. Семья казаков у тебя? Да, казачья семья. До пятого колена мы узнали своих родственников. Как в любом соревновании были и победители, и проигравшие. Самые смелые и ловкие получили дипломы, кубки и подарки от спонсоров. А гости с удовольствием посмотрели выступления фольклорных коллективов и посетили ярмарку народных умельцев. И участники, и гости получили заряд положительных эмоций. А организаторам хочется сказать большое спасибо за то, что они сохраняют и приумножают все, что веками формировалось нашими предками на нашей земле. Татьяна Лесничина, Артем Морозов, информационный портал призыв34.ру